Упала, очнулась гипс, почти как в кино, только без бриллиантов. Валентина Селиванова неудачно споткнулась на крыльце и сломала руку и ногу. На скорой доставили в травмоцентр больницы имени Семашко. Думала, все. Я же слышала, что таз бедренной вообще не делает. И все, напугалась, конечно. Но когда привезли сюда, в эту больницу, то Дмитрий Владимирович мне обещал, что сделает мне ногу. И сделал. В этот центр поступает около 700 пациентов в год с травмами разной степени сложности. Вообще он был создан для пострадавших в ДТП на федеральных магистралях. Но со временем его профиль расширился. Здесь есть все возможности оказывать своевременную медицинскую помощь. Лаборатории, УЗИ, рентген и, конечно, высококвалифицированные специалисты. За счет автоматизированной компьютерной системы время постановки диагноза значительно сокращается. У каждого врача на рабочем столе находится монитор, по которому он может тот или иной осуществить запрос и получить непосредственно в режиме реального времени картинку, которая позволяет оценить состояние пострадавшего и принять то или иное ответственное решение. Готовится больница имени Семашко и к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Несмотря на то, что основной поток пациентов должны будут принимать больницы имени Середавина и Пирогова, здесь уверенно смогут оказать любую необходимую помощь. Поскольку больница Семашко, безусловно, находится на пути продвижения потока, и мы всегда 24 часа в сутки, каждые сутки, готовы к оказанию экстренной помощи, в том числе и массового поступления пострадавших, не дай бог. Чтобы и стены помогали пациентам лечиться, в больнице начался ремонт. Работы идут на фасаде, кровле и в двух операционах. Также планируется благоустроить двор и постелить там новый асфальт. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События.